Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Парень ставит на аватарки других девушек, просто лица летела. Встречаемся уже много лет, меня это обижает, разговаривали с ним, он извиняется, через год примерно происходит то же самое. Я спрашиваю, почему он не ставит мое лицо на лицо другой незнакомой девушке. Она говорит, что я красивый, у меня много фото с фотосессией, я модель. На сцене отвечаю, что мне нравится лица эта девушка, она ставит на аватарк, не нравится лица, но мне нравится лица моя мама и бабушка, я же их не ставлю на аву. Я не понимаю, зачем она сделает снова и снова, как реагировать. Мария, ставит заключается в том, что вы уже как-то реагируете. И правда заключается в том, что вы несколько сами не обращаете внимания на то, с чем связана ваша реакция. Реакция связана с тем, что первое, вы чувствуете, что вам это неприятно. Что это за чувство, с чем оно связано? Связано ли оно с самооценкой, со страхом расставания, страхом одиночества, страхом потери любви. Связано ли оно, связано ли это чувство с неким таким, можно сказать, перфекционизмом, когда человек хочет быть всегда, всегда, всегда самым красивым, самым лучшим, самым, самым, самым. Вот. Это вопрос для индивидуальной беседы, скорее. Потому что здесь, в рамках такого формата, найти ответ на данный вопрос кажется в высшей степени невозможным. Следующий момент, на который нужно обратить внимание, это то, что судя по вашему рассказу, молодой человек сделал так всегда с начала ваших отношений. То есть это такая его особенность. Если я правильно вас понял, никаким встречам, изменам это не приводит. Просто такая вот особенность и все. И получается в данном случае, что вы человека не принимаете со всеми его особенностями. Нет, а ваше право принимать его или нет. Если вы не хотите, вы можете не принимать, вас никто не доставляет, но тогда и не будьте с ним. А раз вы с ним, нужно человека принимать. С другой стороны, если такого не было, оно появилось уже с вами, значит в отношении что-то произошло. Что-то изменилось, что послужило толчком для того, чтобы человек начал вести себя подобным образом. Это тоже больше материал для анализа и для более, так скажем, плотного как бы исследования, не для текущего формата. Следующее, на что хочется обратить внимание, это то, что молодой человек по сути сравнивает вас с мамой и бабочкой. Что как бы говорит, да, говорит о том, что вы для него как сестра. И тот факт, что вы для него как сестра, говорит о том, что, по-видимому, вы перестали проявлять себя с ним как женщина. И вот это отсутствие модели женского поведения в ваших отношениях с молодым человеком, по моему мнению, является ключевым. И, с одной стороны, ваших сомнений в себе, если вы сомневаетесь в себе, вам хочется быть более привлекательным, более значимым для своего молодого человека, например, с точки зрения гендерных отношений. Вот происходит это из-за нехватки этого самого гендерного поведения у вас. А, с другой стороны, это же связано с тем, что молодой человек не чувствует себя самым мужчиной и выбирает других девушек, пускай таким образом и способом, пытаясь решить свою проблему, проблему того, чтобы чувствовать себя мужчиной. Вот, на мой взгляд, такая, в данном случае, ситуация у вас происходит. Можно ли это исправить? Да. Можно ли это подкорректировать? Да. Но зависит от вас. Вот. То есть, условно говоря, если вы готовы над собой работать, если вы, ну, готовы заниматься своей, вот, условно говоря, уверенностью в себе, да, то есть, как бы, если вы готовы работать над своей самоценкой, вот, чтобы не, ну, не зависеть от себя. Вот. Вот. От, эм. Таких, эм. Вот, скажем, эм. Действий, эм. Ну, мужчины допустим, вот. Например. В общем, если вы, если вы готовы над собой работать, то эм. Я думаю, что проблема, в принципе, достаточно решаемой. Вот. Но если вы не готовы над собой работать, например, или если вам кажется, что должен быть или есть, ну, какой-то, например, другой способ решения вот этой проблемы, то тогда ситуация, конечно, достаточно негативно будет сказываться на вас и на ваших отношениях с мужчиной. Вот. Ваши чувства, понятно, что вам это неприятно. И вы имеете полное право не принимать такое поведение и отношение вашего мужчины к вам. Но только в том, что тогда, возможно, вы не принимаете и его самого. В таком случае. И вопрос. А готовы ли вы на это взять ответственность, э, за это на себя взять ответственность? Как мне кажется, пока что вы ответственности на себя за это не берете. Как мне кажется, пока что вы надеетесь просто, что человек, вот, перестанет вести себя так, как он себя ведет. Вот. Поэтому, в первую очередь, работа над собой, и во вторую очередь, возможно, вместе с молодым человеком вам имело бы смысл обратиться за консультацией, если он не считает, э, происходящей проблемой, и работать уже вам спать. Да? То есть, как бы, смотреть именно, обсуждать и так далее, и так далее, и так далее. Но я уверен, я уверен, что, э, в некотором, э, таком, немного абстрактном значении, а вы слишком, э, близко, к, мужчине. Вот. Я уверен, что, э, слишком плотно, тесно, э, может быть, повседневное взаимодействие, плюс, э, ярко выражаемая привязанность ваш к нему дает ощущение того, что человек находится в отношениях с кем-то родным. Это не обязательно плохо, но в контексте ваших взаимодействий на отношениях молодому человеку, по-видимому, это не совсем подходит. Прямо, на мой взгляд, если вы одновременно, работая с теми вещами, которые я вам сказал, еще и поработаете над тем, чтобы создать свое личное пространство, где не будет никого, кроме вас, или где не будет ваших близких, где будет только вы, ваши рабочие контакты, и так далее, и так далее, и так далее. Это тоже приведет, э, к улучшению, к улучшению. Вот. Сейчас, э, то, что я скажу, может прозвучать как манипуляция, но, э, поверьте, у меня нет, э, целей учить манипуляции для вас, или, э, значит, как-то пробегать эти идеи, э, то я хочу сказать следующее, э, как у вас обстоят, э, обстоят дела с, э, общением с другими мужчинами? Нет, ничего романтического, э, ничего такого, что можно было бы назвать, э, к примеру, флир, флиртом, и так далее, нет. Просто, вот примерно, э, в таком ключе, в каком, это делает, э, ну, ваш, э, молодой человек. Вот. Вот что-то подобное. А вы, э, делаете ли? Потому что, если нет, то получается следующее. Получается следующее, э, э, ситуация. Мужчина может делать что-то. Он видит, что вы, э, все равно, как бы, ну, э, принадлежите, если, если можно, вот, так выразиться, да. Он видит, что вы, э, все равно принадлежите ему, и он понимает, что, что, что бы он не сделал, как бы он себя не делал. Если вы, 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 сравнил с ним, так зачем тогда что-то менял? Ну, мужчина не будет, э, что-то менять, если это, в общем и целом, и так, э, работа, вот, понимаете, там такая штука. Поэтому на это тоже хотел бы обратить ваше внимание. Вот. Я не говорю вам, э, там, не знаю, э, специально следовать с кем-то, ни в коем случае. Я не говорю вам, тем более изменять. Я просто говорю о том, что, ну, вот, э, излишняя привязка, в данном, данном случае, к человеку, когда человек откровенно сравнивает вас со своими родными, ну, вряд ли является, к сожалению, чем-то позитивным. Вот. И, такая вот, не очень, наверное, красивое слово, но, такая, 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 излишняя преданность, в данном случае, идёт только во время. Хотя, понятно, что здесь речь не совсем про преданность, здесь немножко про другое, но, я надеюсь, смысл того, о чем я говорю, вам ясен. Вот. То есть, в целом, в целом, э, в целом, если говорить, нет, у меня ощущение, что вы, например, ну, такой самостоятельный партнёр в этих отношениях. Есть ощущение, что вы через-чур зависите от своего молодого человека. И зависимость какая-то абсолютно нормальная, то есть, ну, все мы, все мы, так или иначе, зависимы от других людей, вот, это абсолютно норма зависеть от кого-то. Вопрос, почему заключается только в степенях и грани этой зависимости. На мой взгляд, вот, у вас степень, степень и грани этой зависимости, ну, вот, я бы сказал, что, э, достаточно велика. Я не знаю, так ли это на самом деле, я не уверен на сто процентов, я не могу быть уверен, потому что, э, для того, чтобы быть уверенным, нужно с вами пообщаться. Да, э, может быть, э, может быть, э, если с вами пообщаться, то, э, э, как-то вот выяснится, что, э, все вообще не так. Как, как вот я сейчас говорю, да, вот, но пока что, пока что выглядит все вот в таком случае. Вот, поэтому, да, то, что происходит неприятно, да, с этим нужно что-то делать, вот, но делать нужно с умом, с умом и, как бы, не торопясь и, э, ну, ну, не усугубив, э, то, что, э, как бы, есть сейчас. То есть, важно не сделать хуже, вот, в смысле, ну, кому, кому будет хорошо, да, если, вот, э, будет только хуже, вот, поэтому, э, так важно, чтобы вы, э, самостоятельно, вот, старались, э, никаких, э, решений не принимать, вот, а, например, поработали бы с, э, психологом, да, вот, э, разобрались бы и в себе, вот, и уже дальше, э, э, учились бы действовать, вот, самостоятельно. Это был бы идеальный вариант. Ну, а если, ну, а если, э, молодой человек ваш считает, э, что есть проблемы, э, ну, в отношениях у вас, э, если молодой человек считает, что у вас есть, э, трудности, э, в отношениях, то их можно и нужно, э, решать, вот, но решать, как вы понимаете, э, уже, э, ну, в миксе, что-то, как бы, как бы, не по отдельности, вот, и, и, приготовившись к, э, тем, э, скажем так, трансформациям, вот, которые, ну, вот, вполне могут быть, да, потому что, подобная работа может, ну, привести к результатам не самым, э, ожидаемым, вот. Это тоже нужно, по, по, э, ну, по возможности, э, держать в, э, в, ну, сознании, да, вот, чтобы, э, не удивляться, вот, тем, э, сюрпризам, которые могут возникнуть. А они, к сожалению, возникают иногда, иногда, вот. Вот, э, пожалуй, так, я бы ответил, э, вам, на вопрос, который вы задаете. Э, э, ключевой аспект здесь в том, что вы, на мой взгляд, э, уже, как-то, реагируете. И, э, все, что вам, на мой взгляд, нужно сделать, это, признать, э, свою реакцию, да, то есть, признать, что я реагирую, там, например, ну, что для меня, для меня это неприемлемо, да, вот. Вот, не выяснить, пытаться, то есть, э, ну, это, вот, другой человек, как бы, должен отвечать за вас. Не пытаться выяснять, именно, а, просто, э, смотреть, э, именно в сторону, декларирования, э, своих, ценностей, которые вас есть, и, на которые, вы имеете, полное вправо. На этом, на этом, э, все, пожалуй, я надеюсь, что вам, э, мой ответ был полезен и интересен. А, буду благодарен, вам, э, за обратных связь, э, по моему ответ, это, позволит вам, э, начать, работу над, э, собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена.